С вами Радамир Банько и не успели мы распаковать наши прошлые посылки, как вот такой огромный карабас приехал нам китайскими почтовыми лошадьми. Короче, точильный камень. В коробке замечательно упакованный в белый вот такой пенопластик наш точильный камушек. Видите, какая надежная, хорошая упаковка. Заметьте, написано даже по-русски. Высококачественный корунт гарантирует эффективные точенные вздумяемые результаты. Располагают базу силикогеля антискольжения для обеспечения безопасности точения ножей. Гриндер. Один из самых популярных точильных камней на Алиэкспрессе. Итак, что нам предлагает производитель? Погрузить брусок в воду почти на 5 минут и затем положить его на устойчивой платформе. Держать нож под углом 10-30 градусов и точить край на поверхности бруска взад и вперед с нежной силой. Дальше в коробке, смотрите, опять же, запакованный в полиэтиленчик наш корунт. Вскрываем последнюю, так сказать, вот эту целочку и, наконец, получаем доступ к нашему высокопачественному китайскому корунду. На солнышке блестит. Здесь, опять же, логотип китайца, резиновенькая подложечка и сам камень. Все. Сейчас я его помещу в воду, как рекомендует производитель, и через 5 минут мы проведем тест. А еще в комплекте у нас, друзья, вот такая штуковина. Штуковина предназначена для того, чтобы удобно было задать угол заточки. Постоянный угол заточки для ножа. Что ж, погнали пробовать! Только что удалось выяснить, что приспособа-то, может, и хороша. Смотрите, да? Надеваем ее, как пишет производитель, на обувь ножа и, соответственно, будем точить, да? Но это актуально, посмотрите, для больших ножей. Стоит взять вот даже маленький вот такой кухонник и, что мы видим, все. Ни о каком углу не может быть и речи. Она полностью закрывает. То есть, маленькие ножи вот этой приспособой практически, ну, это невозможно. Невозможно ей пользоваться. Вот эта штука, приспособа, не предназначена для маленьких ножей, потому что просто-напросто они в ней тонут. То есть, это для больших кухонников, как я говорил. А камень сам, наоборот, тоненький, маленький и узенький. И, соответственно, не очень удобно вводить по нему большим ножом. То есть, он вообще, в принципе, по размерам идеален для каких-то маленьких ножичков. Кроме того, тысячный камень очень мелкий. Конечно, ни о какой заточке не может идти речи. А речь, прежде всего, идет о какой-то правке. То есть, чуть-чуть подправить лезвие своего заточенного более крупным каким-то камушком ножичка. Вот, собственно говоря, так. А так, в принципе, работает. В принципе, приятная вещь. Самое главное, дешевая. Еще раз напомню, 800 рублей на Али. Ссылка на продавца под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И пока. А с вами был Радамир Банько. Программа... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова